Андрей Андреевич, Вы говорите, что человек рожден для радости. Тогда почему божественные аватары приходят на землю и терпят большие страдания? Чем более развита душа, тем сложнее условия рождения ее миссии. Я считаю себя аватаром. Я считаю себя человеком, которому дана миссия. Я об этой миссии знал с возраста трех или четырех лет. Я понимал, что я буду тем человеком, который будет управлять. Я понимал, что я буду тем человеком, за счет которого произойдет изменение в социуме. Я свою миссию четко принимаю. И могу сказать, что моя жизнь, она наполнена бесконечной радостью. Поэтому Ваше убеждение в том, что аватары их что-то преследовало и ждало, говорит о том, что у этих аватаров отсутствовало состояние радости раз и отсутствовало состояние веры. Я понимаю, что такое верить. Вы представляете, вера является моей защитой, вера является моей энергетической силой, вера является моей, наверное, аватарной энергией, если так можно сказать. Об этом всем написал даже в своей книге. Она называется «Ваджарное сердце». С праздником прошло. Ну а почему я праздную тогда христианские праздники? Я праздную не только христианские праздники, а праздную Новый год. До этого на прошлой неделе я праздновал Песах. Еврейский праздник, связанный с исходом иудеев из Египта. Их Моисей выводил. Мы тоже купили вино, ели мацу и там из бокалов таких, как они называются, не помню уже. Даже включили звук такой, где пели шму. И там слушали Киркорова. Мне мама тихо говорила это на основе еврейской песни очень знаменитой. Естественно, могу сказать, что я праздную все праздники, которые существуют. В случае, если они очень красочные. Мне нравится Песах, мне нравится Пурим. Из христианских нравится Пасха. Она связана с яичками и пасочками. Мы будем праздновать. Светлана, моя теща, надела холодца и за это очень благодарен. Я его люблю. Также, скорее всего, послезавтра поедем все вместе, выйдем на природу. Дети мои разукрасят красками вместе со мной эти яички вареные. Будем ударяться, разрежем эту пасочку, поставим на стол. Будем даже на следующий день, если кого-то там встречать, будем целоваться. Потому что это самое приятное, что есть на праздник Пасхи. Это встречать кого-нибудь и с криком «Христос воскрес, воистину воскрес», кого-нибудь целовать в две щеки и потом со всей силы в губы. Особенно, если человек красивый. И знаете, это очень приятно, это дает радость, это дает расцвет на земле. Знаете, у людей появляется доверие. В христианском мире как-то не принято людям обниматься, целоваться. В момент того, когда появляется Пасха, это чуть ли не единственное время, когда люди могут вот так запросто пошутить, поцеловаться. Мне нравятся языческие праздники, Ивана Купалы. Вообще все праздники, которые празднуются, и которые знаменитые, и которые прекрасные. И я к ним с удовольствием отношусь. Это возможность испытать какую-то дополнительную радость, повод для того, чтобы повеселиться. Спасибо.